Теперь можно продолжать. И от 1 до 5 заданий по лексикологии, от 1 до 4 заданий по синтаксису. И последнее задание, 11 на первом этапе и 16 на втором этапе, это сочинение. Сочинение – хорошая возможность получить баллы, потому что сочинение рассуждения там предполагает высказать свое мнение по поводу цитаты, которая дается в задании УРМО, о чем мы позже скажем с вами. Задание необходимо выполнить в течение трех часов после начала решения билета. И второй этап УРМО будет по положению в феврале-марте. Есть ли вопросы по структуре работы? Тогда давайте более подробно разберем, какие бывают работы. Хотела бы, прежде чем мы приступим уже непосредственно к заданиям, сказать, что все они в рамках школьной программы. Ничего за пределами школьной программы в Олимпиаде не дается. Да, задания могут быть немножко посложнее, да, немножко такие с творческими вещами, какие-то рассчитанные на знания нюансов, потому что это все-таки Олимпиада. Однако все эти нюансы, все эти сложные задания, они все в рамках школьной программы. Поэтому любой школьник, который хорошо успевает по русскому языку, способен написать достойно эту Олимпиаду. Например, сейчас вы увидите это сами. Я вам привожу в пример задания, которые были в прошлом году. Естественно, они могут меняться, да, по формулировке могут меняться, по тому, что именно проверяется, могут меняться и так далее. То есть я, конечно, здесь не о типах заданий говорю, а об конкретных заданиях, которые были в 2020 году. Тем не менее, это все равно показательно. Итак, на первом этапе все четыре класса выполняют задания по фонетике. В прошлом году это было такое задание. Проанализируйте предложение и заполните таблицу. Количество звонких больше количества глухих, количество звонких равно количеству глухих и количество звонких меньше количества глухих. Как видим, это простейшее задание, далеко не олимпиадного характера, да. Обычное задание такое для разминки, чтобы абитуриент, участник Олимпиады почувствовал себя уверенно и начал выполнять это задание уже олимпиадное с хорошим настроением, да. Вот такие давались, например, предложения. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутанного атласа, с портрета Рокотова снова смотрела струйская на нас? Из стихотворения Заболоцкого и из-за гремучей доблести грядущих веков за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей из Мандельштама. Есть ли вопросы по этому заданию? Ответы я помещала только в некоторых заданиях, где какие-то действительно такие нюансы были, сложности. Здесь понятно, что мы ответы, ответы я вам не помещала, никакие здесь понятно, да, что мы можем для примера заполнить такие слова первые, да, первые три слова в эти три колонки. Например, количество звонких больше, количество глухих – это не ты и не помнишь, да, и не как, и не из, и не тьмы. Вот былого, два звонких, три звонких былого, да, значит, мы сюда записываем. Количество звонких равно количеству глухих, ну, наверное, помнишь, да, здесь как раз. Вы хотели вопрос задать? Нет? Так, помнишь во вторую, да, например, колонку? Ты как из в третью, да, получается, тьмы во вторую, ну и так далее. Есть вопросы по этому заданию? На втором этапе это задание немножечко посложнее было согласно нормам русской орфоэпии. Мы не всегда произносим в словах удвоенный согласный звук. Это преимущество иноязычного происхождения слова. Дается ряд слов, которые нужно проанализировать и найти. И сформулировать закономерность, по которой произношение удвоенных согласных либо стягивается до одного звука, либо нет, либо они звучат оба. И разбить на две колонки, записать эти слова, соответственно, вот в эту табличку. Это закономерность, ну, нужно просто послушать, поговарить, всячески покрутить, это олимпиадное задание, да, подумать, так больше на логику. Эта закономерность была выявлена рядом учеников. То есть, в принципе, она не сразу, но можно до нее догадаться, да, что это зависит от ударения, где стоит двойной, две согласные буквы и как они читаются, соответственно. За ударное положение, предударное положение, да, вот от этого зависит, стягивается ли до одного согласного звука две буквы или нет. Есть ли вопросы по этому заданию? По словообразованию целый ряд вопросов может быть естественным. И, как правило, это либо на способы словообразования, либо на словообразовательные модели, или на словообразовательные цепочки. Например, разделите слова на две группы в зависимости от словообразовательных моделей. И объясните, какой пример трудно классифицировать и почему. То есть, конечно, это не просто на... Не только на просто разделение, допустим, нахождение слова, от которого образовалось это, но и еще более такое сложное задание, которое заставляет подумать, посидеть над этими словами. Очевидно, что здесь у нас ответ связан с тем, как происходит образование этого слова, или оно образовано меной суффикса, как в словах приспешник, приспешница. То есть приспешник – мускулинный суффикс, ник – название лица мужского пола, и эфеминный суффикс – ниц – название лица женского пола, менный суффикса. Вторая группа – это наименование лица образовано присоединением суффикса, например, потребитель-потребительница. Наконец, трудно классифицировать, невозможно по этому принципу, только слово «частица», так как оно не является наименованием лица. На втором этапе были такие задания в восьмом-девятом классе по словообразованию. Исключите лишнее слово с точки зрения словообразования и объясните свое решение. Мне кажется, это задание даже легче, чем первое задание на первом этапе по словообразованию было. То есть здесь очевидно, что слово «гнус» – оно лишнее, потому что оно от глагола «гнусеть». И, соответственно, здесь можно выделить нулевой суффикс, потому что бессуффиксальный способ образования от глагола «гнусеть». А «минус», «синус» и «конус» – это слова иноязычного происхождения, иноязычные заимствования. Соответственно, у них все слово представляет собой и основу, и корень одновременно в русском языке. В 10 и 11 классе, например, такие задания по словообразованию. Найдите лишнее с точки зрения словообразования существительное и объясните свой выбор. Пожалуйста, Любовь, ваш вопрос. Вы подняли руку. Хотели задать вопрос? Нет? Итак, возня, брехня, грызня, лыжня. Здесь тоже нужно посидеть, подумать, от какого слова образовано выстроить. Словообразовательную цепочку, что называется, отвозить, отбрехать, отгрызть. Ну а вот здесь от лыжи нет глагола, то есть образовано от существительного. Поэтому здесь лишнее именно слово лыжня, конечно, да, несмотря на тождественную морфемную структуру, корень, суффикс плюс флексия, и даже на тождественный суффикс, n, при помощи которого это слово образовано. Тем не менее, три слова образованы от глаголов, а одно от существительного. Таков правильный ответ на этот вопрос. Или, например, определите, в каком ряду слова представляют собой словообразовательную цепочку. Ушить, вышить, зашить, конечно, нет. Вышить, вышивать, вышивка, вот он правильный ответ. Да, это словообразовательная цепочка, действительно. Шить, шитье, шила, конечно, нет, да, потому что шила и шитье оба образованы от шить. Прошить, пришить, подшить тоже, да, они все вместе образованы от одного глагола. То есть это не представляет собой словообразовательную цепочку. Я призываю вас, поскольку мы разбираем олимпиадные задания, призываю вас сразу, что непонятно или какие-то интересующие вас вопросы, спрашивать коллеги. По словообразованию в 10-11 классе, там несколько заданий было на втором этапе, да, в финале. Например, восстановите словообразовательную цепочку, которая заканчивается словом «время препровождения». Ну и, соответственно, словообразовательную цепочку, здесь нужно было догадаться, что время в самом конце, да, присоединяется, это сращение, так сказать, словосочетания. И восстановить вот такую словообразовательную цепочку. Препровождение. Некоторые пропускали участники олимпиады. Но это все-таки, да, вполне полноценная словообразовательная цепочка. Водить, проводить, препроводить и время препровождения. Кроме того, например, найдите слова, образованные одинаковым способом. Здесь способ словообразования нужно, да, было установить. Какой? Подождать. Соответственно, это приставочный, да, подозрительный. Суффиксальный. И подонок и подоходный в данном случае, да, являются правильными ответами. Приставочно-суффиксальный способ образования. Приведите примеры, в которых значение существительного, лицо по действию, создают разные суффиксы, присоединяющиеся к одной и той же глагольной основе. Например, петь и лицо по действию, да, с разными суффиксами, например, певец, певом, петух. Это задание одно из таких, которые позволяют набрать баллы. Чем больше будет приведено таких примеров, тем лучше, вплоть до максимального балла за это задание. Ну, например, привела вам такие примеры, да, жить, например, жить, житель-жительница, бунтовать. Бунтарь, бунтовщик и так далее. По словообразованию закончились примеры, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста, можете задать их. По морфологии, по морфологии здесь я подразумевала и морфемику, да, и грамматическую семантику, и то, и другое, поэтому все здесь в морфологии соединило, так сказать, в этих примерах заданий. На первом этапе, восьмой, девятый класс были такие задания. Приведите примеры имен прилагательных с нулевым суффиксом. К сожалению, вот некоторые задания, возможно, было списывать, в том числе оказалось, что вот это задание одно из таких. Да, были списаны некоторые ответы в одинаковом порядке даже, да. Но можно было и самостоятельно подумать и привести примеры таких прилагательных. Да, золотой, например, беззубый, безусый, будний, похожий, хворый, вхожий, прохожий, заезжий, рабочий и так далее. Классическое такое задание, которое мы делаем, да, всегда и в школе, это сделать и морфемный анализ слов, то есть разобрать по составу. Здесь все слова представляют собой, ну, элементарные вещи, вечерок, вечернего, вечередь, за исключением слова вечером, которые можно, да, рассмотреть как существительное в творительном падеже, ой, в творительном, говорю, прошу прощения. Вот, или как наречие. Если это существительное в творительном падеже, то будет окончание ом, да, и корень вечеря. Если же это наречие, то здесь, конечно, окончания не будет, будет суффикс, и будет суффикс ом, да, и будет корень вечер. То есть вот увидеть, что слово вечером можно трактовать и так, и так, и, соответственно, разобрать по составу это слово, и таким образом, и таким, как раз вот такой подводный камень вот этого задания, все остальное элементарно, мне кажется, да, коллеги? Подобное же задание сделайте морфемный анализ слов дневную, днева, днем, денечек. Ну, и здесь, конечно, такое вот слово днем, да, более сложное днем, которое может быть как существительным в творительном падеже, так и наречием, и в этом случае у него не будет окончания, а будет суффикс. В морфологии первого этапа же, несколько там заданий было на первом этапе в восьмом-девятом классе, задания такие. Образуйте прилагательные от слов железо, сталь, чугун и докажите, что они могут относиться к разряду качественных прилагательных. К сожалению, большая часть участников Олимпиады ограничилась просто образованием этих прилагательных, да, железной, стальной, чугунной. А вот показать, что они бывают не только относительными, да, но и качественными смогли немногие. Ну, в каком случае они являются качественными тоже эти прилагательные? Когда они используются в переносном смысле, как мы с вами прекрасно понимаем, да, метафорически, то есть, например, стальные нервы, железный характер. В этом случае эти прилагательные будут относиться к разряду качественных. Подобное же задание. Образуйте прилагательные от слов шоколад, пшеница, малина и докажите, что они могут относиться к разряду качественных. Понятно, что шоколадный коктейль, например, это у нас будет относительное, а вот шоколадный что-нибудь цвет, например, да, это уже или пшеничный цвет, малиновый цвет будет качественное прилагательное. И снова образовали, конечно, прилагательные от этих слов почти все участники Олимпиады, а вот доказали, что они могут относиться к разряду качественных, к сожалению, немногие. Объясните, чем отличаются грамматические характеристики глаголов слететься, согласиться? Грамматические характеристики глаголов тут нужно вспомнить постоянные, непостоянные, да, какие признаки глаголов, в данном случае, конечно, имеются в виду постоянные. Да, вернемся сюда, да, слететься, согласиться здесь, чем они будут отличаться? Прежде всего тем, что глагол слететься не имеет парадигмы единственного числа, да, не имеет форм трех лиц единственного числа. А глагол «согласиться» имеет всю парадигму распоряжения глагола. Меня хорошо слышно, коллеги? Что-то я засомневалась. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь. Хорошо меня слышно? Да, хорошо. Да? Ну, хорошо. А то вы вопросы не задаете, я заволновалась. Мы внимательно слушаем. Да, вдруг меня не слышно. Спасибо. Итак, на втором этапе, восьмой, девятый класс, да, задания по морфологии могут быть следующие. Ну, оно, некоторые из этих заданий как бы смешанные, я поместила сюда, а на самом деле оно такое, включает не только по морфологии, да, знания, но также и по графике, и по фонетике. Вот это задание, которое здесь на слайде сейчас находится. Какой ответ правильно дать на вопрос, чем заканчивается словоформа «лень» в именительном винительном падеже? И три ответа – мягким знаком, согласным звуком «не» или нулевым окончанием. Очевидно, что здесь как раз с какой точки зрения на слово «лень» мы посмотрим, такой ответ мы и дадим. С точки зрения графики оно заканчивается мягким знаком, с точки зрения фонетики согласным звуком «не», с точки зрения морфологии заканчивается нулевым окончанием. Поэтому все три ответа верные, и нужно было это объяснить как раз. Найдите слова с одинаковыми приставками, например, да, тоже такой довольно-таки простой вопрос. Обогащение, обобщение, обозрение, обочина, обоюдность. Здесь, конечно, приставка «о», обочина, например, да, «бог», обочина, а также приставка «об», обобщение, например, да, или обозрение. Вариант приставки «об», «обо», одна, а вторая «о», как в слове «обогащение» или «обочина». Следующее задание такое. Можно ли считать одинаковыми грамматические характеристики имен существительных и ряд имен существительных данных? Здесь их грамматические характеристики нельзя считать одинаковыми, потому что некоторые из этих слов не имеют парадигмы множественного числа. Единственное число только есть, например, у слова «халтура» или «режиссура», а у слова «кандидатура» или «структура», ну, «культура» уже сейчас отчасти, да, в другом значении, имеет множественное число. Вот это задание очень хорошее, очень интересное, сложное одновременно, и его нельзя списать. То есть здесь действительно видно, знает ли участник Олимпиады морфологию, да, или нет. То есть здесь он как бы должен подумать как следует. Как видим в этих ответах, слово «да» является разными частями речи. «Я никуда не ухожу, мама» – это частица усилительная. Дальше «б», да, сердце ее было полно негодования, понятно, что здесь слово «предложение», да, или как оно называется, утвердительное слово, да, у нас по-разному может называться. «Горе твое», конечно, утихнет, да не забудется союз. Союз, в его взгляде было выражение душевной силы, да, именно силы, усилительная частица, ну или хотя бы ответили здесь, что это утвердительная частица, прошу прощения, либо хотя бы ответили, что это тоже утверждение, слово «предложение». «Я там чуть было не умер с голода», да еще вдобавок меня хотели утопить союз. По двору дедушки Кузьмы Михайловича бродили куры да гуси союз, да, только разные союзы тоже. Да нет, ничего я не путаю, тоже частица. Определите залог глагола «приди в конструкциях», «приди в воскресенье к Артему», и «приди ты в воскресенье к Артему», и не было бы никаких недомолвок, пересудов, скандалов. Ну, здесь вот как раз нужно заметить вот эту транспозицию, что называется наклонение, ну или просто перемену наклонения, да, когда во втором примере, в примере Б, у нас повелительное наклонение используется в значении сослагательного, «приди». То есть, если бы ты пришел в воскресенье к Артему, в этом значении, да, а под буквой А это обычное значение наклонения, повелительного наклонения. Есть ли вопросы? В 10-11 классе на первом этапе были такие задания. Укажите, как меняется… А, вы есть какие-то, да, вопросы? Прошу прощения. Наоборот, нет. Убедайте, я вам финаловать еще. Еще раз. Рахия, ваш вопрос? Нет вопроса, тогда выключим, да, звук? Итак, укажите, как меняются грамматические значения глагольных слов. А завтра Максим встанет пораньше и допишет это длинное упражнение. Ну, нужно было вспомнить, какие у глагольных слов бывают вообще грамматические значения, да, и затем, соответственно, посмотреть, да, что в А из всех значений нет рода, а в Б из всех перечисленных значений нет лица. Время присутствует везде и там, и там, но категория времени есть, да, везде и там, и там, но оно разное. В первом случае это будущее время, во втором случае это прошедшее время. Следующее задание тоже определите частеречную характеристику выделенных слов. Шаляпина мало слышать, любила носить миди, темная ткань жерси, осенью много работал, рукава реглан, много смог вспомнить, мало великих книг и много пустых книжонок. Ну, как видим, здесь тоже очень хорошее, интересное задание, где много и мало бывают разными словами, да, и категории состояния, и наречия, и числительным может быть. А несклоняемое существительное или прилагательное, ну, вот любила носить миди, любила носить что? В данном случае это несклоняемое существительное, а темная ткань какая? Кая джерси, в данном случае это прилагательное. Рукава реглан тоже прилагательное. Следующее задание уже на втором этапе, как мы видим, да, в 10-11 классе было такое. Мне тоже это задание очень нравится, мне кажется, оно хорошее. Есть над чем подумать, с одной стороны, с другой стороны, легко достаточно, да, если догадаться. И привести примеры тоже, можно много примеров привести, соответственно, получить за это задание максимальное количество баллов. В 20-м веке стало ясно, что спектр грамматических значений этого падежа гораздо шире, чем. Это не только инструментальная функция. Например, ехать полем – это место, гордиться родиной – объект, управлять процессом – тоже объект, да, творительный падеж. Казак душой – определение несогласованное. И нужно было привести примеры словосочетаний, где имя существительное в форме творительного падежа имеет именно грамматическое значение инструмент или орудие. Довольно простое, да, задание. Рубить топором, писать пером и так далее. Нужно было просто подумать и привести такие примеры в большом количестве. Есть вопросы? Мы с вами о морфологии все сказали, о заданиях по морфологии в целом. Если есть какие-то вопросы, можете либо написать в чат, либо задать вопросы, включив микрофон. Все понятно. Хорошо. Спасибо, Светлана. Мне кажется, задания не очень сложные, да, есть над чем подумать, посидеть, поработать. Это все-таки Олимпиада, но они вполне себе решаемые, эти задания. Итак, лексикология. Вот одно из таких заданий на первом этапе, которое было дано в 2020 году для 8 и 9 класса. В лексическом фонде современного русского языка есть однокоренные глаголы, которые являются заимствованиями из церковно-славянского языка, соответственно, с приставкой «из», «из» и «исконно русскими». Это с приставкой «вы», соответственно. Например, «испить-выпить». Приведите примеры таких глаголов и объясните, почему такие пары не исчезают. Очевидно, что это связано с стилистической прикрепленностью, да, «испить», как правило, связано с высоким книжным стилем, а «выпить» нейтральное. Поэтому они не исчезают. Но иногда они уже, вот этот высокий книжный стиль тоже уже нивелируется, например, «избрать-выбрать». Ну вот ответ, соответственно. Итак, те, которые заимствованы из церковно-славянского языка, тяготеют, соответственно, к текстам книжных стилей, поэтическим, публицистическим, официально-деловым. А, собственно, русские, исконно русские, они тяготеют либо к официально-деловым, либо к разговорно-бытовым. Конечно, нужно было привести примеры. Мне кажется, нужно сказать ребятам, чтобы они как можно больше примеров всегда приводили, да. Конечно, есть какое-то ограничение по баллам, то есть больше, чем за это задание максимальное количество баллов у нас все равно не получится. Максимальное количество можно получить, просто набрав много примеров, да, много примеров. Поэтому нужно предложить набирать как можно больше примеров в данном случае. Можно вернуться к этим примерам. Ведь иногда они сдают очень рано, да, эти работы. Не сидят все три часа. Написали и убежали. Можно предложить им вернуться к тем заданиям, где просят привести примеры. И уже потом, да, когда сделана большая часть, вернуться к этим заданиям и снова подумать, еще поприводить примеры по возможности, как можно больше таких примеров взять. Поперебирать глаголы, да. Когда они уже будут знать, что у них все задание выполнено в основном, да, в общих чертах, расслабиться и, может быть, приведут больше примеров. Тоже на первом этапе были и такие задания такого типа по лексикологии. Объясните, чем отличается значение употребления членов синонимического ряда. Здесь не нужно было давать прямо определение четкое, да, и словарное. Здесь нужно было объяснить свое представление, как понимает участник Олимпиады, в каком значении и в каком случае используется это слово. Нейтральное ли оно, или оно закреплено за каким-то стилем, да, закреплено за определенными видами там деятельности и так далее. Ну, ответ я здесь тоже, по-моему, да, поместила. Ну, вот что примерно мы ожидали увидеть, да. То есть, во-первых, где, например, искусник, искусный в ремесле, а маэстро, человек, достигший мастерства в области искусства именно, да. Виртуоз – это техника искусства и так далее. Мастака, например, искусственный в своем деле, но просторечный, устаревший, видите, в скобочках еще отмечена его сфера употребления, либо оно нейтральное, как виртуоз, или как мастер, либо оно разговорное, либо книжное и так далее. То есть, просто посидеть, да. Здесь еще требуется в этих олимпиадных заданиях усидчивость, такая усидчивость, просто посидеть, подумать, записать, вспомнить и так далее. Иногда усидчивые школьники очень хорошо делают, потому что есть ряд заданий, которые рассчитаны именно на усидчивость, а не только на сообразительность. Это тоже хорошо, да. Усидчивость, умение работать, работоспособность, внимательность – это тоже хорошо для нас, как для будущих преподавателей ваших детей, да. Нам нужны такие школьники, такие абитуриенты. И вот еще по лексикологии первый этап тоже был, ну, такого же типа, да, задания, другие слова просто выбраны там со значением «специалист», «мастер» в своем деле, а здесь со значением «некое событие, случай». Но, тем не менее, эти синонимы употребляются в разных случаях, да, в каких, то есть можно было бы посидеть, разбираться, когда и как, например, событие нейтральное, да, и случай нейтральное, происшествие нейтральное. А вот инцидент, во-первых, это неприятный случай, во-вторых, это книжное или прецедент, да, случай из прошлого, который служит примером или оправданием последующих случаев подобного рода книжное. Или разговорная казус, история, или устаревшая разговорная оказия и так далее. Есть и такие задания, прекрасные для того, как раз для усидчивых, да, вспомните примеры фразеологических оборотов, в которых есть слово «без» или «безу». Можно было просто посидеть и по, там, вспоминать эти фразеологические обороты. Ну, не знаю, там, «без царя в голове», например, да. Здесь мы, так сказать, нежно оценивали, паремия ли это, да, или это фразеологический оборот. Вот, если паремия была, то тоже ее, в принципе, засчитывали, там, семеняник, дитя без глаза, например, да. Хотя это, конечно, не совсем фразеологический оборот, но, тем не менее, засчитывали тоже. На втором этапе были задания по лексикологии в восьмом и в девятом классе такие. Приведите примеры, приведите термины с греческим корнем «логос», вот оно написано, да, слово, которое превратилось в логия, использующаяся в литературе ведения и языка знаний, и объясните их значения. Дан пример. Филология – наука, изучающая отдельные слова и художественное произведение, состоящее из слов. Одно из определений филологии. Ну, определение можно было дать, естественно, вольное такое, не словарное, а свое определение. Ну, например, лексикология, да, на слайде написано такое слово и так далее. Литература ведения и языка знаний, таких терминов достаточно много. Вот это задание тоже очень хорошее, интересное, мне кажется, дети, в общем, с удовольствием его выполняли. Постройте максимально подробный градационный ряд, молодой-старый. И дан образец, как это делать, да, как построить такой градационный ряд. Вот так было написано. Тут немножко мелко, да, получилось, но я прочитаю. То есть крошечный, маленький, небольшой, крупный, большой, огромный, грандиозный, да, вот такой градационный ряд от самого маленького к самому большому. И предлагалось построить подобный градационный ряд, молодой-старый. Следующее задание. Объясните, на какие группы можно разбить приведенные имена существительные, учитывая их лексическое значение. И вот такие имена существительные. Канадка, Финка, Шотландка, Румба, Венгерка, Болгарка, Полька, Голландка. Как мы с вами видим, догадываемся уже, да, что здесь возможны разные варианты. Было бы идеально, если бы, например, участник Олимпиады увидел, что здесь есть несколько вариантов. Ну, хотя бы дал какие-то из этих вариантов. Например, женщины, да, название женщины соответствующей страны и румба-танец. Или, например, женщины Канадка, Финка, Шотландка, Болгарка, Голландка, а румба-Полька-Венгерка – танцы. Или, может быть, женщины Венгерка, Болгарка, Полька – неодушевленные предметы. Канадка, Финка, Болгарка, Шотландка, Голландка. А под буквой В – танец румба, который не может быть тем и другим одновременно, да, и названием женщины, и названием предмета. Раз нет в чате, да, ничего, значит, я дальше листаю. Успеваете посмотреть? По фразеологизмам обязательно есть какие-то задания на втором этапе. Это сформулируйте значение библейских фразеологизмов, например, «Поцелуй Иуды», «Кающаяся Магдалина», «Петь Лазаря», «Ноев Ковчег». Коллеги, пожалуйста, отключите звук. Я выключаю, а вы снова включаете. Я вам выключаю, а вы снова включаете. Просто слышно там шумы в кабинете, кто-то еще говорит, поэтому немножко мешает. Дальше. Или, например… Это я не понимаю. Хорошо, спасибо, коллеги. Или, например, приведите примеры фразеологизмов и парами с именами числительными. Например, «Имей 100 рублей», «Имей 100 друзей». Коллега Жумагуль. Да, спасибо. Какого-то звуки такие. Не могли бы вы выключить звук. Мирнова, Анна и Жумагуль, выключите свои микрофоны. Я выключаю. Снова вы включаете. Я не знаю, с чем это связано. Почему так происходит? Там просто у вас, если было в помещении тихо, ладно, а то у вас там в помещении еще что-то происходит. Макуль, у вас в помещении очень шумно. Выключите, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Итак, следующее. Ну, вы уже, наверное, посмотрели на экране. Расположено задание, да? До 10 и 1 класса. Как-то не получается у меня. Ну, ладно. Меня же слышно, да, несмотря на включение некоторых микрофонов? Нет, плохо слышно. Удалите ее просто и все из чата. Ну, как человек же не слушает. Зачем удалять? Потому что я просто как организатор, если удалю, потом человек вообще не сможет зайти на эту конференцию, поэтому удалять не будем. Будем звук выключать. Продолжать. Итак, объясните значение слов, которые описывают реалии жизни нашей страны в начале 20-го столетия. Ну, и тут нужно было сказать, да, что богоделки – это жительницы богодельни, а лейка – это фотоаппарат, соответственно, да? Или вот такое задание. Сформулируйте лексическое значение паронимов. Это задание вот обычное, да, оно в ЕГЭ тоже используется на паронимы. И здесь сформулировать, ну, конечно, повторяю, это не требуется прямо такое словарное значение этих слов, но чтобы видно было, что человек понимает разницу между верхним и верховым, между наследием и наследством и так далее. Исправьте лексические, стилистические ошибки, связанные с неправильным выбором паронима о том же, да, то есть это тоже о паронимах речь, но только уже в другом плане. Это второй этап 10-11 класс. Обратите внимание, это посложнее, да, задание все-таки здесь. Нужно сначала найти этот пароним, который неправильно употреблен, и потом исправить, то есть найти соответствующий. Ну, например, он был славный, похожий на отца, не баловень, все сидел и рисовал картинки. Конечно, здесь баловень – это в значении, как он, любимец, которого балуют, а здесь имеется в виду баловник, шалун в этом значении. То есть, конечно, баловник, а не баловень. И так далее. Следующее задание по лексикологии. Найдите некорректные примеры и объясните ошибку. Вьетнам, вьетнамский язык, чехия, чешский язык, Бразилия, бразильский язык, Япония, японский язык, Португалия, португальский язык, Белоруссия, белорусский язык и так далее. Видно вам хорошо, да? Не сильно, а мелко же на экране. И естественно, что здесь несколько языков названы неправильно, да? Какие? Это, конечно, а, я тут не написала, да, ответ. Давайте посмотрим, какие. Бразилия, конечно, да? Неправильно. Швейцария неправильно. И Аргентина неправильно. Следующее задание. В чем различие между названиями? Свинья, хрюшка. Ну, предполагалось, конечно, что здесь речь идет о нейтральном, да, с точки зрения стиля. Общеупотребительном слове свинья и разговорном или просторечном слове хрюшка. По лексикологии это все задания. Есть ли ко мне какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Вот непонятно было задание, где поцелуй Иуды, что-то там, что-то там с фразеологизмами. Можно вернуться назад к нему? Да, 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 сейчас. Там нужно было просто объяснить этот фразеологизм. Так, где он у меня тут? Сейчас я его верну. Так. Сформулируйте значение библейских фразеологизм. Да, да. Что это значит? Вот и все. Нужно было объяснить, что значит поцелуй Иуды. А, значение, что это значит? Да, значение, значение, да. Именно значение. Что это значит? Поцелуй Иуды – это предатель, да? Да, 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 поцелуй предателя, лицемерный поцелуй, да. Лицемерие, ага. Да, да, да. Кающаяся Магдалина – это прощение? Ну, не всегда, не прощение. Кающаяся Магдалина – это скорее иронически, да, употребляется, как… Ну, грешница она же была, да? Да, грешница, да, да, да. А потом покаялась и пошла к Богу, Бог ее простил. А петь Лазаря – это что? Ну, жаловаться, это жаловаться прежде всего, петь Лазаря, да. Там это связано с печей о Лазаре, воскрешении Лазаря. Ну и в ковчегах, ну, это спасительный, да, такой, так сказать, корабль, да, ковчег спасительный во время потопа. Ковчег, то есть какое-то такое спасительное явление, связанное с спасением из серьезной какой-то ситуации. Очень трудные задания. Спасибо. Да, трудные. Ну, согласитесь, что они в рамках школьной программы. Да, они, конечно, потруднее, потому что они олимпиадные все-таки, да. Вы видите, что большие преимущества дает эта олимпиада. Но, тем не менее, на каких-то, например, приведите примеры фразеологизмов и парами с именами числительными, здесь можно было много набрать баллов, например, да, максимально и так далее. То есть были задания полегче, были какие-то задания такие для тех ребят, которые прямо хорошо разбираются, да, интересуются русским языком. Спасибо. Да, и вот мы до сюда дошли. Еще, пожалуйста, вопросы были ли по лексикологии? Я могу вернуться на какой-то слайд, если хотите. Продолжаем тогда, да? Итак, синтаксис и пунктуация. Ну, в основном синтаксис, иногда пунктуация тоже проверяется. Нужно там расставить знаки припинания, например, в соответствии с синтаксической структурой или объяснить, какие могут тут знаки припинания ставиться в соответствии с синтаксической структурой. Вы пишите слова, которые выступают в роли дополнения. Мне кажется, не очень сложное задание. Да, здесь, конечно, такие дополнения есть, которые, да, которые не всегда можно догадаться, что это дополнения. То есть посложнее, нюансы такие используются. Но, тем не менее, мне кажется, мы в школе об этом говорим. Например, что инфинитив бывает дополнением, неопределенная форма глагола. Мы об этом говорим. Вот ответы здесь как раз «стрелять» и «говорить» будут дополнениями. Или вот такое же задание, другие предложения, да? Соответственно, вот ответы. «Его» под буквой «А» является личное местоимение, да, и так далее. Вот, мне кажется, это полегче, да, задание. Я согласна с вами, что есть некоторые какие-то посложнее, да, но вот это, мне кажется, полегче задание. Здесь дополнения вполне можно найти и выписать, разобрать эти предложения, не очень-то сложные по составу, по членам предложения. Следующее задание, наоборот, посложнее, да, разберите по членам предложения примеры. И здесь вся загвоздка, вот, разница вот эта, с поднятой рукой и с поднятым жезлом. Не может быть гаишника с рукой, да, поэтому с поднятой рукой – это такой целостный, единый второстепенный член. А с поднятым жезлом – это два различных второстепенных члена. Можно было подчеркнуть, да. Ну, конечно, желательно, когда мы разбираем по членам предложения, еще и подписывать в школе требования таковые и есть, да, еще и подписывать, чем выражено. У поворота, например, обстоятельства места выражено существительным, да, стоял, простой глаголь несказуемый и так далее. Там браво и согласованное определение выражено прилагать, ну, так далее. То есть, как мы обычно разбираем по членам предложения, любое предложение. Вот здесь единственный сложный такой нюанс, за который больше баллов давалось, да, то есть за весь разбор одно количество баллов и чуть побольше давалось школьнику, который догадывался, что здесь с поднятой рукой единый, второстепенный член, а с поднятым жезлом два разных. Следующее задание такое. Принято говорить, что в русском языке порядок слов свободный. Это не совсем верно. Объясните, как меняется смысл предложений. Ну, и с массивной тростью дедушка приехал к соседу. То есть, речь идет о том, что он зачем-то именно с тростью, да, приехал к соседу. Дедушка с массивной тростью приехал к соседу. Просто был с тростью дедушка. А дедушка приехал к соседу с массивной тростью. Это сосед имел трость. Наконец, еще здесь задание было такое, мне кажется, тоже достаточно простое. Можно было на нем заработать баллы. И, кстати, школьники так и делали на этом задании. Многие зарабатывали баллы. Придумайте предложение, внутри которого синтаксические ситуации потребуют постановки пяти запятых подряд. Ну вот, предложение идет, да, дальше слово запятая, слово запятая, слово запятая, слово запятая, дальше идет предложение. Очевидно, что здесь, поскольку нельзя однородные члены, да, использовать, должны быть какие-то обособленные члены, должно быть обращение, должно быть какое-то вводное слово, да. То есть, ну вот, если школьник хорошо по-русскому успевает, он догадается, как здесь поступить, и много может привести таких конструкций, таких предложений, подобных конструкций. В десятом и в одиннадцатом классе по синтаксису и пунктуации были следующие задания. На первом этапе такие. Найдите определение в следующих предложениях. То есть, похоже, да, на восьмой и девятый. Ну, мы знаем, почему задания здесь по большому счету по уровню сложности почти не отличаются, да, знаем с вами, потому что к девятому классу, в общем, основные темы по русскому языку пройдены. Десятый и одиннадцатый класс – это все повторение, уже подготовка к экзамену. И где-то по синтаксису, разве что, в десятый и одиннадцатый класс уже полностью все изучили и повторяют. Ну, а девятый, там, могут быть они в середине года в процессе, да, изучения синтаксиса и пунктуации. То есть, а все остальные задания, они по уровню, ну, приблизительно похожи. Чуть-чуть, десятый и одиннадцатый, чуть-чуть посложнее в силу их возраста уже, да, а в силу их такой более уже взрослости, большей, скажем так, психологически именно. Итак, задание здесь на первом этапе такое по синтаксису и пунктуации. Найдите определение в следующих предложениях. Подобное было у нас с дополнениями. Ну, и здесь понятно, что мы должны помнить об определениях несогласованных тоже, да, которые примыкают, например, ее желание, да, ее будет определение. Или приложение, которое является частным случаем определения, да, озеро Байкал, Байкал в данном случае такое определение. Или мужчина пожилого возраста несогласованное определение. Ну, и инфинитив, что может быть определением, тоже мы, конечно же, рассказываем школьникам. Следующее задание, вот это вот, которого не могло быть в восьмом-девятом классе, да, это бессоюзное сложное предложение уже в десятом-одиннадцатом оно есть. Предложите все способы расстановки знаков припинания в предложении и приведите их в объяснение. Он хватит куму за руку, перстенька-то уже нет. Здесь очевидно, что речь идет о том, какое значение здесь, да, хватит куму за руку, перстенька-то уже нет. Это может быть и тире, и двоеточие, поскольку можно, когда, да, он схватил куму за руку, оказалось, что перстенька уже нет. Или это двоеточие, поскольку и можно, да, и увидел, что, то есть вот это дополнение, так сказать. Вот эти смыслы. Ставилась половина возможных баллов за это задание, если, ну, меньше, да, баллов ставилось за это задание, если школьник предлагал поставить просто запятую, как в бессоюзном сложном предложении в значении и. То есть это здесь неудачный вариант. Был еще вариант, когда школьники предложили здесь прямую речь. Вон, хватит куму за руку, двоеточие, кавычки открываются, да, с большой буквы перстенька-то уже нет, кавычки закрываются, точка. Ну, конечно, за такой творческий подход мы тоже дали достаточное количество баллов. Так тоже можно было, конечно, хотя мы это и не имели в виду. Вопросы? Следующее задание – это синтаксис и пунктуация, тоже, да, второй этап. Дайте полную синтаксическую характеристику предложений. Это на составность, конечно, да, то есть односоставное, двусоставное предложение и полное-неполное. Очевидно, что вот это вследствие грозы обстоятельства, оно должно относиться к сказуемому, которое здесь опущено. Это единственное, чем отличаются эти предложения. То есть первое – оно назывное, а второе – оно двусоставное и неполное. Ну, если говорить о полной характеристике этих предложений, то вот ответ я поместила. Первое – односоставное, номинативное, или называется оно еще назывное, или бытийное, разные термины, да, можно и так, и так, и так было написать. Распространено определениями – романтичное и в лесу. А второе – двусоставное предложение, неполное, сказуемое отсутствует. Но как мы понимаем, что оно отсутствует и опущено? Потому что есть обстоятельства причины, которые относятся к сказуемому. Оно распространено определением в лесу и обстоятельством вследствие грозы. Также на втором этапе для 10-11 класса было очень простое задание, на мой взгляд. Разделите примеры на две группы в зависимости от синтаксической функции слова «однако» и расставьте знаки припинания. Тут у меня перенос, извините, не убран. Опечатка. Очевидно, что «однако» может быть либо вводным словом, да, либо союзом. И, соответственно, если оно вводное слово будет выделяться с обеих сторон запятыми, если это союз, то будет запятая только перед ним. Ну вот, «однако дождь по-прежнему бесперебойно стучал наши окна», конечно, одна запятая, да. А вот здесь «смотри, однако», «мишка», здесь, конечно, «однако» выделяется запятыми. Но обратите внимание, что запятые нужно было поставить не только вокруг слова «однако» или перед ним, но и вообще в предложении, да, расставьте знаки припинания. «Смотри, однако», «мишка» нам никак нельзя теперь проигрывать. Очевидно, что «мишка» – это обращение здесь, и вот здесь запятая тоже должна была появиться. «Однако», «тихая и чудесно нынче ночь», «настоящее весеннее волшебство» тоже, да, «однако» здесь в значении вводного слова. И здесь вот «ночь», дальше здесь бессоюзное сложное предложение. или же это приложение, да, которое уточняет слово «ночь», «настоящее весеннее волшебство», то здесь «тире», или же, ну и так далее. То есть здесь возможны варианты постановки запятой. Олимпиада чем хороша? Тем, что факультативные знаки, они все учитывались, если они правильные. Они все учитывались как правильный ответ. В отличие от ЕГЭ, да, где тестовый ответ и все. «Колокольчик под дугой» – это русская традиция, однако далеко не каждый тратата. Здесь, конечно, «однако» – это союз, и запятая ставится вот здесь. И здесь тоже «однако» – союз, и запятая ставится перед «однако» здесь. Вопросы? Мне кажется, тут задание простое, да, для школьников. Они хорошо знают это. Наконец, последнее задание на первом этапе 11, на втором этапе 16 – это сочинение. В прошлом году мы предлагали высказывания, связанные с родным языком или с русским языком. Тут варианты были, да? Ну, родной язык для этих поэтов, то русский язык, поэтому здесь это одно и то же получилось. Но, раз родной язык, то есть вполне мог школьник, участник Олимпиады писать о родном языке, а не обязательно о русском в данном случае, да, размышлять. Итак, Брюсов, да, мой верный друг, мой враг коварный, мой царь, мой раб, родной язык. Нужно было написать сочинение рассуждения о том, как понимает участник Олимпиады эти слова. Почему, да? То есть, конечно же, сочинение оценивалось по всем привычным нам критериям. То есть это содержательно, да, структура, содержание. Как оценивается содержание? Что у человека есть вступление, вступительная какая-то часть. Что есть тезис? Он формулирует мысль какую-то свою. Или мысли основные, да, которые он хочет сказать. Почему, например, Брюсов называет с одной стороны другом, а с другой стороны врагом язык. С одной стороны царем, с другой стороны рабом. То есть тезис или тезисы связаны с этим. Ну, очевидно, что мы с вами знаем, что более трех тезисов неудачный вариант для сочинения рассуждения. Только три тезиса можно, наверное, да, иначе это уже будет многовато, не успеет человек написать. И это слишком большое будет сочинение рассуждения. Достаточно было одного тезиса. Затем этот тезис нужно доказать, объяснить, аргументировать. И в конце сочинения сделать вывод. Оценивалось также, кроме структуры и содержания, грамотности, естественно, да, этого сочинения. Грамматические, речевые ошибки, логические ошибки. Конечно, орфография пунктуации тоже. Вот такие высказывания, посмотрите, в восьмом-девятом классе еще были Расула Гамзатова на втором этапе. Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Тоже нужно было поразмышлять, почему для Расула Гамзатова язык такое важное значение имеет. Имеет ли он такое же важное значение для любого человека? Или это связано с тем, что Расул Гамзатов поэт? А может быть и нет, да, это не связано с тем, что он поэт, и так далее. Ну, немота, способность выразить себя и так далее, да, здесь тоже варианты. Для 10-11 класса на первом этапе была предложена вот такая цитата. Молчат гробницы, мумии, кости, лишь слову жизнь дана из древней тьмы на мировом погосте, звучат лишь письмена. Но законы написания, сочинения, рассуждения те же самые, да, то есть эссе, наше с вами привычное эссе, которое мы учим детей писать в школе. И здесь нужно было тоже, то есть понять, здесь можно же по-разному понимать это высказывание, и можно написать столько разных сочинений, сколько было участников Олимпиады, естественно, да. И, соответственно, тезис должен быть какой-то, который доказывает именно этот автор, именно этого сочинения, который он затем аргументирует, объясняет, как он это понимает. Можно начать с того, что вообще означает цитата, как он понимает эту цитату, да. Конечно, с подозрением мы относились к списанным сочинениям. Все сейчас очень легко все это сейчас проверяется, да, умеем с вами это проверять. Если сочинение списано, то оно оценивалось нулем баллов. Здесь самое главное, конечно, самостоятельность этого сочинения. Очень легко кусочек сочинения отправить в поисковик в интернете и узнать, списан ли этот текст или этот текст, собственно, этого ученика. Поэтому, может быть, не все дети догадываются, что эксперты сверяют возможные тексты в интернете с их сочинениями. Вот об этом нужно им, наверное, сказать, если они не догадываются, что этого делать не стоит. Лучше подумать и самому написать. Все-таки они пришли на Олимпиаду по русскому языку, значит, они любят русский язык, интересуются им, знают или знают хорошо хотя бы, да, если цель просто поступления. То здесь просто нужно больше себе доверять. Это все-таки 10-11 класс, вполне уже взрослые ребята. Им есть что сказать, да, им есть что сказать, не обязательно списывать. И на втором этапе это цитата из Маршака. Усерднее с каждым днем гляжу в словарь. В словах звучит укор и гнев и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть. Вот такова структура и содержание олимпиадных заданий. Пожалуйста, какие есть ко мне вопросы по олимпиадным заданиям? И еще мы немножечко пробежимся, у нас есть время, по вступительному экзамену по русскому языку. Пожалуйста, вопросы по олимпиаде, по олимпиаде ОРМО, по русскому языку. Еще раз хочу сказать, подчеркнуть, что вот эти задания, они, естественно, не повторяются. Мы каждый год делаем разные задания. Но, как видите, они хоть и сложные, эти задания, но они все в рамках школьной программы. Спасибо, Светлана. Хорошо, что все понятно. Софья Юрьевна, это опять я. Я не сначала была, не смогла подключиться. С самого начала какие задания там были? Хотя бы одним пальчиком пролистайте. Давайте. Вы скажете, вы с какого момента-то зашли? Я зашла. Час пропустила, час успела. А, час пропустили. Ну вот, еще раз посмотрите. Так очень интересно. Ну вот, еще раз посмотрите на структуру работы. Мне кажется, чат у вас есть? Или еще раз отправить в чат ссылки? Мне кажется, вот эти олимпиадные задания, они могут быть. Скинуть презентацию. Да, наверное, можно в ней. Нет ничего такого секретного, потому что понятно, что этих... Она уже про один этап. Да. Так что да. Презентация моя. Я ее делала как бы, поэтому я могу решить, скидывать вам ее или нет. Я ее, конечно, вам скину, пожалуйста. Здесь есть... Спасибо. Ну, тогда можно... Тогда не буду листать, да? Не буду тогда листать. Раз я вам скину презентацию, вы посмотрите хорошо, Нина Александровна. Хорошо. Я хотела бы вот на этот слайд еще обратить ваше внимание. Вот здесь полезные ссылки на нормативные документы. Ну, понятно, что на законы о русском языке. Дальше идут нормативные документы наши. Дальше идет, смотрите, вот Российский совет олимпиад школьников. Это перечень олимпиад на 20-21 год приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которые вот принимаются в вузах. И вот наша олимпиада, приемная комиссия ТГУ, там на этом сайте есть все. И документы, и там порядок, как проходит она, когда, какие этапы, время и так далее. Все положения об экспертах, то есть кто там что говорит и так далее. Хорошо. Как только ее вам скинуть, я не знаю, наверное, можно в чат, да, скинуть? Можно. Я уже скриншот сделала. Да, можно в чат скинуть. Да-да-да. Сейчас попробую, давайте я скинусь в чат. Но сегодня мы еще, у нас есть полчаса, до двух часов, да, у нас, по-моему, лекции. Поэтому мы еще поговорим немножечко о вступительном экзамене, о типах задания на вступительном экзамене. Так, сейчас как тут надо. Прошу прощения, что-то я тут заранее это не сделала, как-то не подумала. А сейчас я это вам сделаю. Быстренько. Так, сейчас. презентацию отправлю. Так, 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 так. Называется она у меня задание. СНАИС, как там, да, структура, да, и содержание. Отправлено успешно? Вот, пожалуйста, коллеги, скачайте. Получили, получили. Да-да-да. Хорошо. Ну, вы, может быть, еще в конце, я оставлю немножко времени. Сейчас вы заодно можете посмотреть на своих компьютерах эту презентацию, да, еще раз, и какие-то, может, снова появятся вопросы. А мы переходим, получается, к следующему нашему, да, этапу работы. Это вступительный экзамен, структура и содержание тоже. Тут буквально типы вопросов и один билет для примера, я тоже старый, несколько лет назад, который был, он пока не изменился. Он такой же. Вступительный экзамен мы вынуждены делать близким по структуре к ЕГЭ. единому государственному экзамену в нашем государстве. Поэтому вот наш вступительный я отправила в общий чат от меня для всех. Назгуль. В общий чат посмотрите. Переключите на общий чат. Итак, повторяю, вступительный экзамен, структуру билета мы должны делать максимально близко к ЕГЭ, чтобы те студенты, те абитуриенты, которые пишут этот вступительный экзамен, они, ну, более-менее справедливо, да, конкурировали с теми абитуриентами, которые пишут ЕГЭ. И структура билета вот такова. С первого по десятый вопросы это тестовые задания с множественным выбором. Ну, правильный ответ один, пока был несколько лет уже, но здесь может быть и несколько правильных ответов, и один тут неважно, да, главное правильные ответы найти. Тестовые задания. Далее, вопросы с 11 до 15 представляют собой тестовые задания с коротким ответом. То есть там нужно вписать слово или номер предложения, да, вписать в этот бланк. И задание 16 – это сочинение. Формулировка 16-го задания вот какая. Напишите сочинение по предложенному тексту не менее 150 слов, выразите свое понимание предложенного отрывка, определите позицию автора, обоснуйте свою точку зрения, отметьте характерные для текста средства языковой выразительности 2-3, определите их роль и приведите примеры. Мне кажется, еще более четко сформулирована задача, чем на Олимпиаде, да? Более понятно, что здесь делать, какое сочинение нужно написать. Тоже сочинение рассуждения, однако здесь нужно именно анализировать фрагмент, анализировать текст. Много заданий в этом билете, много заданий даны по тексту, который приводится в билете. Ну, давайте теперь поговорим о содержании этого билета. Я прямо разместила здесь билет определенный, да? Очевидно, что это такого типа может быть вопрос, не обязательно такой же, да? Вот по орфаэпи обязательно в каком слове неверно указано ударение. А, а тут нет. Ну, там обычно, знаете, как подчеркнуто что-то. Например, подчеркнуто, вот так, упроченье, да, подчеркнуто, там, прибывшие, например, да, и так далее. Или как-то выделено. И нужно выделить ток, в котором неправильно выделено ударение. Тут я никак не выделила, тогда непонятно, как делать это задание. То есть выделен ударный, предполагающийся ударным слог как-то выделен, и в каком слове неверно указано ударение, нужно ответить. Далее, второе, как видим на лексикологию, лексическое значение. Укажите ли неверно сформулированное значение слова. Лексическое значение слова здесь, соответственно, нужно прочитать и выделить, отметить то, где это значение сформулировано неверно. Ну, здесь, конечно, невеже, да, это необразованный, несведущий человек, неуч, неправильное, да, невежда, такое значение. Слово соответствует слову невежда. Невежа – это грубый, невежливый человек, да, грубый. Неправильная форма слова – это на грамматику. Здесь, ну, конечно, 500, да, учебников неправильная форма. Нужно 500. Грамматические неправильные предложения выделите, да, это уже на синтаксическую грамматику. Грамматику на уровне предложения и словосочетания. Здесь вы, наверное, да? Да. Доказал о том, неправильное управление, доказал просто без о том, что именно подсудимый совершил кражу. Далее, грамматическая основа. Вот это задание – это уже по тексту. Видите, смотри, текст в задании 16. Указано предложение из этого текста и выделено какое-то сочетание слов. Нужно найти ответ, где это сочетание слов является грамматической основой. Укажите верную характеристику предложения. Предложение написано. Если поступать иначе, то ваши речи могут возникать непонятные или даже смешные для окружающих фразы. И перечислены варианты. Простое, осложненное или сложно сочиненное или сложно подчиненное или сложно бессоюзное предложение. Вот дальше на орфографию. Задание. В каком ряду во всех словах пропущены две буквы «Н»? Так, надеюсь, я не помню в каком. Наверное, в «Г», да? Прилагательное. Говорила, путано на речи. Сделаем давайте совместность пустынно. Очевидно, что два «Н». Здесь нет, здесь путано. Будет одна. Следующее задание. Посмотрите там, не знаю, я из билета брала, что там именно было. Было ли что-то? В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая класса? Ну, патриот, да, а вот выкосить косы, да, обмакнуть, однако, это не является безударно проверяемой гласной корней, поскольку это корень с чередованием. Ну, вот по такому принципу, как одно из заданий ЕГЭ. Вандал, горы и жалость. Вот, наверное, Б, да, у нас здесь правильный ответ. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? То есть вариант здесь И, и Е, да, ни с кем не спорить там, ни перед чем не останавливаться и так далее. Некому спешить, некого спросить и незачем печалиться. Здесь какой-то правильный ответ, потому что одна и та же буква пропущена. Далее тоже на пунктуацию уже, да, правильное объяснение постановки знака припинания или его отсутствие. То есть ставить здесь знак припинания или не ставить. И если ставить, то какой знак припинания, да, упадет луч солнца на траву, вспыхнет трава изумрудом и жемчугом. Очевидно, что здесь у нас тирея, да, должно быть, потому что если и то. И вот такие задания уже, которые предполагают короткий ответ. Назовите способ образования слова плач, безсуффиксный, да, определите типы односоставных предложений, 6, 9, 20, ну там надо смотреть по тексту, да, какие-то предложения это односоставные, какие-то назывные или это безличное предложение, или неопределенно личное, или определенно личное, да. Отражает реальность тоже тип подчинительной связи. Предложение 11. Предложение указано на всякий случай, чтобы проверить, да, по контексту, какие там эти члены предложения, части речи и так далее, чтобы не запутаться. Ну, хотя словосочетание отражает реальность, видно и без контекста, что это управление. Определите типы предаточных предложений, 2, 3, 6, в предложении тоже по тексту. Какие там, да, типы предаточных предложений, ну, например, определительное или условное, или цели, ну, обстоятельственные цели, там, да, обстоятельственное, времени, причины и так далее, объяснительное. Вы пишите предлоги из предложения 13. Ну, просто выписать нужно из этого предложения все предлоги. Как видим, вступительный экзамен достаточно простой. Вот к этому билету прилагался такой текст из статьи Аверинцева. Как же он называется-то? В конце написано у меня. Вот. Древний урок человечности, да. Из этой статьи Сергея Сергеевича Аверинцева. Да. Вот этот текст. То есть текст есть в билете, и когда там сказано, например, давайте посмотрим, например, какой. Например, определите типы односоставных предложений, предложения 6. Смотрим предложение 6. Вот оно. Когда мы говорим о теме любви в русской литературе, невозможно не вспомнить. Ну, ясно, что это безличное предложение. Да. То есть мы говорим, это двусоставное, а вот второе, как раз односоставное, его-то и нужно определить. Невозможно не вспомнить, это безличное. Ну или, допустим, по тексту какие задания. Определите типы предаточных предложений. Предложение 2, например, да. Предложение 2. Однако троянская героиня, отговариваем уже от участия в бою, как позднее под конец поэмы, оплакивая его бездыханное тело, собственно, жалеет не его, а себя самое и сына, перечисляя, какие беды ждут, перечисляя что, изъяснительное, предаточное, да, перечисляя что, какие беды ждут вдову и сироту без заступника. Правильно я все говорю? Понятно? Вопросы есть? Давайте посмотрим еще. Ну, способ образования слова плач и без контекста, да, видно? Что еще? Вы пишите предлоги из предложения 13, например, да, вот это задание. 13 смотрим. 13 задание. Поэтому плач матери по, раз, да, князю Ростиславу звучит внутри произведения, внутри, внутри произведения слова полку Игоревой, о, как эхо голоса Ярослава. Вот три предлога всего, да, в данном случае. По, внутри и о. Вот такой текст. Вот давайте его долистаем до конца. По нему как раз и нужно сформулировать основную мысль текста, да, позицию автора, объяснить, почему так считает человек, да, проанализировать средства языковой выразительности в этом тексте 2-3, объяснить, для чего они нужны, с какой целью их вводит автор текста, в этот текст и так далее. То есть, и все это, сочинение оценивается обычным образом, то есть оценивается его, вытечет его, логика, и оценивается грамотность. Итак, ну все, тут вот спасибо за внимание уже. Пожалуйста, вопросы. Если что, во-первых, у вас есть, это получается теперь презентация, да, вы можете скачать из чата, и во-вторых, вы можете сейчас задать вопросы, я вам долистаю, да, того слайда там, да, и мы его обсудим. Пожалуйста, вопросы. Огромное спасибо, все достаточно понятно, вот лично у меня вопросов нет. Спасибо большое еще раз. Спасибо, Светлана. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы ваши ребята поступали к нам, да, особенно те, которые выходят на Олимпиаду. То есть, те ребята, которые выходят на Олимпиаду, это наши лучшие, да, наши лучшие дети, это наше будущее, и поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты были именно таковы, чтобы они были заинтересованы, да, Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы вся эта система была прозрачна, чтобы было понятно, какие вопросы, какие там типы заданий и так далее. Значит, Олимпиада проводится, первый этап, по-моему, с ноября по декабрь проводится, первый этап ОРМО, а второй этап проводится в феврале-марте. Там по одной из ссылок вы найдете все эти сроки, вот где на приемной комиссии ТГУ ОРМО, там вы найдете все эти сроки, более точно. Когда подводятся итоги, там написано прямо до какого числа, все приказы, все это там есть. Спасибо, все понятно. Хорошо. Хорошо, я тогда останавливаю пока демонстрацию экрана, ну и буквально еще у нас есть несколько минут, поэтому можете смелее задавать вопросы, если у кого-то вопросы возникли. Участие в Олимпиаде бесплатное, да, получается? Да, участие в Олимпиаде бесплатное. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. Это написано во всех нормативных актах, связанных с Олимпиадой. А когда будет Олимпиада? В каких числах? Да-да-да, вот в каких числах сейчас вам точно не скажу. Посмотрите потом, да, по ссылочке по этой точной числе. Олимпиада в феврале-марте проводится, это ОРМО. Она проводится в учебных центрах. Если не в Томске, да, можно в Томске, конечно, ее провести, но это сложнее. А также в учебных центрах ваших городов проводятся эти Олимпиады. А если ребенок не прошел первый тур, то он во второй тур не попадает, да, получается? Да, если он первый тур не прошел, то не попадает, да. Но если он прошел, например, первый тур, то он может не в этом году вторую часть писать, например, а в следующем. Допускается без участия в первом туре. И далее, смотрите, вот эти дипломы Олимпиад, они действительно четыре года. То есть может ваш ученик участвовать, начиная с восьмого класса, да, и дальше, допустим, в восьмом классе он первый раз волновался, что-то там у него не получилось и так далее, да. На следующий год он может уже, как опытный участник Олимпиады, как раз получить высокие баллы. И вот этот диплом Олимпиады, он действителен в течение четырех лет для поступления. В течение есть вопрос, как оценивается тестовая часть билета, как я поняла, вступительного, да, вступительного. В целом билет оценивается, исходя из 100 баллов. В целом билет 100 баллов. 40 баллов дается за сочинение, остальное это тестовая часть. То есть 75 баллов набрать довольно-таки просто. Напоминаю, что человек, который получил диплом Олимпиады, он должен подтвердить этот диплом, написав ЕГЭ по русскому языку, в данном случае мы о русском говорим, да, либо вступительный экзамен, вот самостоятельно устанавливаемый ТГУ, если он имеет на это право. Ну, как мы знаем, сами иностранные граждане, они все имеют право сдавать вступительный экзамен, самостоятельно устанавливаемый ТГУ. Я ответила на ваш вопрос, Елена? Добрый день еще раз. Я не совсем, я это все понимаю, что, допустим, тестовая часть это 60 баллов, сочинение это 40 баллов, вместе это 100. Меня интересует вот каждый вопрос, допустим, вот в других ВОЗах мы работаем, мы ориентируемся на то, что за каждое задание конкретный балл дается. Если ребенок его не выполнил, значит, эти баллы убираются, если выполнено задание наполовину, там, допустим, то, соответственно, и баллы даются. Вот здесь четко есть разболовка, сетка какая-то? Да, здесь есть сетка, разболовка, здесь, по крайней мере, как это было раньше, пока не менялось, если изменится, то будет отразиться это на сайте. За каждое из 15 тестовых заданий 4 балла максимально даются. Все понятно, то есть вот таким образом учитывается. Спасибо большое. Хорошо, есть ли еще вопросы, коллеги? Тогда я благодарю вас за внимание, пусть ваши дети участвуют в Олимпиаде, мы им рады в ТГУ всегда. До встречи, всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok